Так, смотрите, наши прянички отпеклись, такие пухленькие, мягенькие. У нас есть посыпки, у нас есть айсинг, уже густой я подготовила в обычном кондитерском мешке мягком, не стала делать наши корнеты. Так как у нас мастер-класс предназначен для совсем новичков, я не думаю, что такие сложности здесь нужны. И у меня здесь айсинг вместе с софтом, то есть вы можете использовать любую белковую глазурь, сахарную пудру перемешать с лимонным соком. То есть нам не нужен айсинг в том варианте, в котором привыкли использовать мы для заливки, потому что нам нужно только затонировать пряник. Здесь у меня в соотношении для тех, кому интересно, альтер-айсинг и софт-айс в соотношении один к одному, то есть здесь очень большое количество сухой глюкозы. Я беру кисточку, кисточка у меня широкая, хорошо перемешиваю. Нужно сделать так, чтобы консистенция была такая очень-очень жидкая. Мы будем использовать нанесение кисточкой, не будем переливать в корнеты или еще что-то. То есть нам нужно просто обозначить этот рисунок. Когда мы покроем вот таким тонким слоем айсинга наш пряничек, он при высыхании станет чуть-чуть белесым и рисунок будет лучше читаться. Ну, во-первых, айсинг, если вы покрываете вот таким слоем сахарным, либо, как я уже сказала, с белком, если вы делаете, то, во-первых, он предотвращает пряник от пересыхания. Так как у нас внутри начинка пряник долго будет оставаться мягким, но тем не менее. Это дает дополнительную сладость пряничку, ну и красивый глянец. Пряники нашего классического теста стоят в духовке. Их сейчас время подойдет, прям они очень-очень быстро допекутся. Вот, смотрите. И у нас получается такой еле заметный, но все-таки рисунок есть, и понятно, что тут есть снежинки. Мы их вот сейчас прокрасим. У нас получилось уже изначально такое розовое сердечко. И нет смысла покрывать его каким-то цветным айсингом. Вот. Если это не видно воочию, да, вот как бы вам, то мне видно сбоку, как у нас сердечко идет со снежинками. Даем им немножко времени просохнуть, а я пока достану наше второе сердечко, второй замес. И будем его украшать. Вот, смотрите. Здесь у нас прянички из классического теста. Их можно декорировать и когда они остынут, и когда они горячие. Видно надпись «С Новым Годом». Здесь, ну, не сильно читается «С Новым Счастьем». Снеговик и… ой, Дед Мороз и Снеговик. Снова покрываем нашей смесью. Прянички становятся глянцевыми. Широкой кисточкой удобно пользоваться, потому что она сразу захватывает большое пространство. Вам не нужно какой-то тонкой кисточкой возюкать по всему пряничку. Еще, если вы вдруг захотите сделать это резиновой кистью, ну, кондитерской, ну, будет, мне кажется, не очень аккуратно, потому что кондитерская, она все-таки такая более грубая. Если у вас будет оказия купить именно вот такую широкую кисточку, обязательно покупайте. Вот. Нашу с Новым Годом тоже вижу. Пряники очень пухлые, красивые. Их красиво и актуально будет упаковать непосредственно в коробочку, потому что они толстенькие, и просто в пакетике, ну, главное, чтобы они не сильно прижимались друг к другу. Останется вот этот объем, а в коробочке он будет выглядеть достаточно увесисто. Даем возможность пряничкам чуть-чуть просохнуть. Мы сможем покрыть их, допустим, второй раз айсингом, да, то есть, если мы видим, что вот эти белесые части остаются, и они делают наш пряник более читаемым, то есть, он заполняет внутренние части, а надпись или какой-то рисунок остается наверху, и получается более лучше видно вот этот вот рельеф. Что мы делаем с густым айсингом? У нас он лежит в обычном мешке. Я мешочек отрезаю уголком. Кроме этого, у меня есть посыпки. Вот это посыпки Микси, может быть, уже видели. Вы можете взять абсолютно любые посыпки, либо использовать тоже айсинг, только очень густой и другого цвета. А это посыпки, ну, какая-то другая фирма, то есть, все, по сути, одинаково, все, что вы можете найти в кондитерских магазинах, и вам это кажется уместным для ваших пряников. Я отрезала уголочком, да, мешок, и чтобы сделать наш пряник новогодним, я делаю вот такой вот листик. Мы туда можем положить одну бусинку. Мне кажется, это самый простой вариант декора пряников. Если вы вообще не мастер, да, и не собираетесь им становиться, и просто хотите сделать одноразово пряники красивые для своих родных, пожалуйста, прекрасный вариант. Дешево и сердито, а главное, очень просто. Так, красненького тут уже нету, возьмем отсюда. Вот у нас розовое, хорошо сочетается с розовым. Ну, и аналогично сделаем с нашими, вот если видно, сейчас вам покажу, да, надпись видна с Новым Годом. Сделаем здесь такой же рисунок. Здесь тоже надпись видна с Новым Счастьем, но не сильно, как сказать, выпукло, потому что тесто было довольно мягкое, можно было в это тесто добавить еще немножко муки. Если у вас нету кондитерских мешков, можно вообще взять файл какой-нибудь и густой айсинг положить в файл. Здесь мы можем положить по три бусинки, ну, чтобы они как-то отличались у нас. Здесь они у нас разноцветные. И получится вот такой вот новогодний пряник. Причем это может быть и как угощение, и как бомбоньерка, потому что эти пряники очень долго хранятся. И если их не съедят вот здесь и сейчас, то ничего страшного не будет. Даже с начинкой пряники хранятся минимум месяц. Если у вас тервостабильная или какая-то специфическая начинка, то смотрите на ее срок хранения, если вы покупаете их в магазине. И я думаю, что там срок хранения будет не меньше. Грубо говоря, уже числа 20 декабря можно смело готовить такие прянички, чтобы подарить своим коллегам или друзьям, или ребенку в садик, в школу, неважно. Мы на все про все потратили очень мало времени. У нас получились вот такие красивые пряники с рисунком, с новогодними снежинками, тут с надписью, со звездочками. Очень нарядно. Они выглядят уже красиво. Они пахнут безумно вкусно, потому что любые пряники, классические малиновые, они всегда вкусны. С начинкой так и подавно. Дождитесь их полного остывания. Вот видите, мы на эти вообще наносили айсинг, пока они были горячими. И можно красиво упаковать в пакетик, завязать бант, и будет уже готовый самодостаточный подарок кому угодно. Мальчику, девочке, взрослому, ребенку. Я думаю, такому подарку точно будут рады все. Спасибо вам, что были со мной. Я обязательно пришлю фотографию того, что получилось, чтобы вы посмотрели это поближе. Ну и берите на заметку, покупайте скалки. Тем более сейчас будет Новый год пройдет, будут другие праздники, сердечки, Пасха, 8 марта. И такие подарки, такие бомбольерки будут актуальны всегда. Свадьбы всегда проходят, дни рождения всегда идут, поэтому запасайтесь идеями и готовьте собственными руками подарки своим близким на эти праздники. Все, всем пока. Спасибо, что были со мной.